Что объединяет чопорное английское чаепитие с залихватским русским застольем? Лондонские туманы с петербургскими болотами, Александра Второго с королевой Викторией, а также авторов «Горе от ума» и «Маугли». Собственно, последний из перечисленных Редзерт Киплинг и даст им ответ на этот вопрос. В своем романе «Ким», написанном в основном ради того, чтобы английские подростки дальше думали, что дальние страны – это про приключения и веселье, а не про сплошные экзотические болезни, перевороты и невыносимый климат. В этой книге он называет то безобразие, которое устраивали в Средней Азии Британской и Российской империи «большой игрой», популяризовав это название, придуманное еще одним британским разведчиком в середине 19-го столетия. Впрочем, к моменту появления термина «сама большая игра» противостояния двух крупнейших империй мира в упомянутом регионе длилась уже больше века. Тайная и явная, дипломатическая и военная. Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Хотя выражение «англичанка гадит» закрепилось в качестве исторического мема «века и так с 19-го», на самом деле отношения между двумя государствами изначально были довольно дружелюбными. В самой середине 16-го века в Англии создали компанию общества купцов, искателей стран и владений неизвестных и доселе непосещаемых морским путем. Или же просто «московскую компанию», которую возглавил Севастьян Каббат, знаменитый путешественник, моряк, великий штурман Англии. Иронично, что родом он при этом был из Венеции. Целью проекта было открытие северо-восточного пути в Индию и Китай, потому что плавать вокруг Африки было опасно и неприятно. Но, кстати, не из-за того, о чем вы сначала, наверное, могли подумать. Какие-нибудь сомалийские ребята с оружием наперевес проблемой не являлись. А вот другие европейцы, французы и голландцы, плававшие там, наоборот. Впрочем, экспедиция московской компании протекала не без приключений. Ее разделил Шторм, так что половине кораблей пришлось встать на зимовку у Новой Земли, которую не пережил ни один из экипажей. А вот корабль с говорящим названием «Эдвард Удалец» все же пристал к бухте Святого Николая, и вскоре его капитан добрался до Москвы на аудиенцию к самому Ивану Грозному. Тот как раз размышлял над решением проблемы шведско-польской экономической блокады, так что англичане оказались как раз кстати. Царь сразу же разрешил английским купцам торговлю, и вообще в будущем его доверие к далекому острову выросло настолько, что он предлагал королеве Елизавете пообещать друг другу дать коллеге приют в случае свержения с трона. Так, на всякий случай. Хотя в итоге он разочаровался в своей новой приятельнице. Он узнал про ограниченность ее власти и про наличие выборного парламента, и как-то такая модель вот не пришлась ему по душе. Но окончательно отношения испортились при Алексее Михайловиче, отце Петра Первого. В Англии началась революция, королю Карлу отрубили голову, и что-то в Кремле это как-то всех возмутило. И в 1650 году торговые договоренности не были продлены. Друзья, заканчивается последний осенний месяц, и это значит, что буквально вчера мы изнывали от чудовищной жары, но уже совсем скоро мы будем изнывать от того, что белые ходоки перелезли через стену и стучатся в наши дома. Так давайте же в связи с этим обернемся и подумаем, а чего вообще в этой жизни нам не хватает больше, чем нормальной погоды? Дам вам подсказку, это связано с тем, что вы сейчас делаете. Да, вы смотрите видосики на ютубе, а могли бы потратить это время как-нибудь более интересно. Именно время это та штука, которой нам всем постоянно не хватает, причем время желательно потраченное осмысленно на какие-нибудь новые клевые впечатления, интересный опыт и так далее. Ребята из Яндекс.Маркета тоже об этом задумались и решили подарить вам целую неделю полную возможности и получить новый интересный экспириенс. С 20 по 26 сентября на Яндекс.Маркете проходят не за будни. Целая неделя новых впечатлений, когда каждый день на сайте будут появляться новые-новые подборки скидок аж до 75%. Так, на секундочку, три четверти от цены. А если вы любите яндексовские сервисы так же, как я, а я, кстати, их реально очень люблю и постоянно пользуюсь и доставкой, и Яндекс.Го, и Яндекс.Маркетом, то вы зацените еще вот эту штуку. 26 сентября можно будет на маркете купить много всяких прикольных вещей, сделанных в коллаборации с самыми разными креаторами. Одежда, умные колоночки, скейтборды, в общем, что-нибудь да найдете, что вам придется по душе. Так что тыкайте сейчас на ссылочку в описании, открывайте Яндекс.Маркет в соседней вкладке и изучайте его. Ну и, конечно же, придавайтесь радостям потребления, а затем возвращайтесь к нам. Еще сложнее стало при первом русском императоре. Петр мало того, что ворвался в общую европейскую политику, так и территориальные интересы молодой Российской империи стали пересекаться с английскими. К царствованию Петра русские границы дошли до Тихого океана и теперь грозились начать сдвигаться на юг. В 1714 году Петр первый издает указ, целью которого становится сразу массовое убийство зайцев, так скажем. Ну, в смысле и поиск золотых месторождений, и присоединение новых территорий, и разведка сухопутного пути в Индию. В общем, исследовать Амударью, склонить хивинского хана к подданству и еще не забывать по дороге строить крепости. И еще крепости. Больше крепостей. После небольшой разведки Каспия уже в 1716 году начался военный поход, где многократно превосходящие хивинские силы были разбиты, ну, в целом вообще не особо замеченной русской армией. Конечно, воспринято это было как стопроцентный успех, потому что специфику войны в Средней Азии русская армия тогда еще осознать не успела. Хивинский царь пригласил русское командование на мирные переговоры, на которых объяснил, что, знаете, вот в вас такая армия, это, конечно, все круто, очень здорово, но ни один среднеазиатский город ее не прокормит, поэтому давайте поступим как нормальные герои в фильмах ужасов. То есть разделимся и разделим всю эту вашу армию, ну, скажем, частей так на пять. И хотя отдельные офицеры, в общем-то, противились этому решению, в конце концов оно было принято, потому что что может пойти не так? Ну, естественно, как только русский отряд был разделен на пять частей, их тут же перебили. Ну, а самого командующего походом в лучших восточных традициях зарезали кинжалом прямо на перу. Удивительно, что даже некоторой части солдат, оставленных в гарнизонах по дороге, не повезло, потому что когда их эвакуировали морем, часть кораблей попала в шторм. Так что в итоге, например, из гарнизона крепости Красных Вод осталось в живых только 97 человек. Но Петр был не из тех, кто так легко сдается, тем более, что он уже успел придумать свой собственный великий шелковый путь с преферансом и куртизанками. Ну, в общем, была идея занять место посредника в торговле между Китаем, Индией и Европой. Из Индии в Персию, оттуда в русский форт на реке Куре, потом через Грузию в Астрахань, откуда планировалось товары разводить по территории империи, и дальше уже в европейские страны. Проект был интересный, и вот только Кавказом в то время владела Персия, и для его реализации было необходимо отобрать ее кавказские территории. В 1722 году император опубликовал манифест, обращенный к народам Кавказа и Персии. Дескать, на Кавказе одни плошные разбойники, мятежники, бунтовщики, вообще творится хаос, беспорядок и безобразие. И он, русский император, своему давнему приятелю, товарищу, персидскому хану, немедленно, немедленно сейчас поможет вводам русских войск на Кавказ. И действительно, вскоре огромная армия Петра начала наступление на Дербент, но до этого Россия всерьез на Кавказе не воевала, и, скорее всего, император сам до конца не понимал, в какую мясорубку он ввязывается. Здесь каждое село было небольшим, но очень гордым княжеством, а каждый полевой командир с отрядом в 100 человек являлся влиятельной политической силой. Все они находились друг с другом в запутанных и непростых отношениях, включающих в себя, например, многовековые традиции кровной мести, и поэтому каждый расценивал приход русской армии непредсказуемым для Петра способом. Кабардинские князья присоединились к русским. Утямышский султан и кайтакцы выступили против них. Мурза Черкасский, Асланбек, султан Магмуд, Ахмедхан, Адиль Гирей. Думаю, что Петр вообще не понимал, что там на самом деле происходит. Дербент был взят, однако при этом значительная часть кораблей, везущих припасы, попала в шторм и утонула, так что Петру пришлось вернуться в Астрахань, хотя он оставил немаленькие такие гарнизоны. Заметьте, это уже третий шторм во всей этой истории, который нарушает, блин, чьи-то планы. В 1725 году, в год смерти Петра Первого, батальоны свели в 9 пехотных полков. Все это назвали низовой корпус. Вышло в итоге не очень, получилось что-то вроде Афганистана 18 века. Войны как таковой не было, но постоянно случались перестрелки, налеты, зачистки, нападения из-за угла и прочие радости партизанской войны. Но наибольшие потери низовой корпус нес, конечно, даже не от пули сабель врага, а от жаркого климата, непривычной еды и болезней. За 10 лет существования через низовой корпус прошло около 70 тысяч солдат, и почти половина из них осталась лежать в Кавказской земле. И все для того, чтобы в 1735 году, во время очередного обострения отношений с османами, императрица Анна Иоанновна все это вернула обратно Персии, ради недолгого союза. Вот так вот. И тут пришло время вернуться к чаю, к мэри-матью Поппинс и отвратительной еде. Потому что помимо того, что оба этих похода были катастрофически неудачными, они еще были плодотворными только в худшем из возможных смыслов этого слова в этом контексте. Потому что в итоге они заставили англичан обратить внимание на поползновение России в Средней Азии. Ведь на протяжении всего 18 века, пока Россия этим занималась, Англия вела куда более успешную завоевательную политику в Индии. И к концу 18 столетия субконтинент фактически превратился в провинцию Британской империи. История Индии намекала англичанам, что опасаться нужно Афганистана, северных врат в Индию, через которые обычно в субконтинент приходили новые захватчики. Интерес Петра к Средней Азии в таком контексте не был оценен в Лондоне как случайный. Ну потому что, вы видели карту Российской империи? Очевидно, куда ей еще расширяться? Так что было принято решение бороться с Evil Russians превентивно, наращивать свое влияние в Средней Азии и в первую очередь в Персии. Russians стали казаться еще более Evil, когда в 1801 году русские рассорились с союзниками по антинаполеоновской коалиции, и император Павел I, заключив мир с Бонапартом, поддержал его идею о совместном походе в Индию. Более того, он даже отдал приказ о выдвижении войску Донскому, причем начинать кампанию нужно было срочно и без подготовки с больными и ранеными. Офигевшие казаки успели дойти до нынешней Саратовской области, когда император получил табакеркой в висок в свежепостроенном Михайловском замке, и армия, выдохнув, облегченно повернула обратно. После таких кульбитов англичане заключили с Персией союз, так как раз готовилась отвоевывать у России Дагестан. Английский генерал Сент-Джон Малькольн, 350 британских офицеров, 30 тысяч ружей, 12 орудий, сухно на мундиры и чемоданы денег на три года войны. Не то чтобы все это было необходимо, но если начал большую игру, то становится сложно остановиться. Однако новый русский царь уже снова успел стать союзником британцев по войне с одним корсиканцем, так что вышло как-то неловко. Впрочем, интернетов тогда еще не было, так что новости о прекращении вражды дошли до Азии с большим опозданием. После вторжения Наполеона в Россию. Персидский шах как-то недопонял, что произошло, и решил, что вторжение Бонапарта в Россию, так наоборот, отличный момент для атаки, и начал масштабированное наступление по всему Кавказу. И сразу же после этого, в общем, практически все английское офицерство уехало. Осталось только несколько десятков человек, которые еще пытались сдавать персам какие-то стратегические, тактические советы, но те их просто не слушали, решив, что десятикратное численное преимущество это уже more than enough. Русский генерал Котлеровский посмотрел на свои две тысячи солдат, потом прикинул, что у персов тысяч, это, к двадцать или тридцать, подумал и решил, а-а-а, вось. Примерно так, я уверен, это в голове его и происходило. Он подобрался ночью к персидскому лагерю и неожиданно утром атаковал. Забавно, что даже этот момент персы проспали, и тревогу подняли последние оставшиеся английские военные советники. Котлеровский персы 1-0, последние просто в ужасе бежали. Бежали и попытались перегруппироваться, но вот какая подлость. Следующей ночью Котлеровский опять атаковал с приказом никого не брать в плен. В общем, Котлеровский персы 2-0, не побежали, в этот раз только пара десятков британцев. Майора Кристи русские даже нашли и вроде как даже пытались его спасти и помочь ему, но, типа, бритиш вояка совершенно не собрался сдаваться и зафигачил наклонившегося к нему офицера прямо ножом в лицо. Так что пришлось строптивого англичанина пристрелить. Это было первое настоящее боевое столкновение русских и англичан в Средней Азии, но оно ни к чему фактически не привело, потому что на самом деле два этих государства уже были союзниками. После завершения наполеоновских войн прежнее противостояние возобновилось с новой силой. Российская империя продолжала экспансию на юг. На Кавказе она окончательно победила Персию и отобрала у нее территории современных Армении и Азербайджана. Условия побежденным были навязаны жесткие, что привело к протестам в Тигране, которые закончились резнёй в российском посольстве, где, кстати, погиб глава дипмиссии, известный вам под пьесе «Горе от ума» Александр Грибоедов. На другом берегу Каспии обстановка для англичан складывалась еще хуже. Русские начали свое завоевание Средней Азии, совершив еще один поход на Хиву и на Кокант. Но что было особенно пугающе, российский агент добрался до Кабула. Этого человека звали Ян Виткевич, и он был... человеком интересной судьбы. Он был поляком, осужденным имперским судом к солдатской службе без выслуги лет за участие в тайной патриотической польской организации «Черные братья». Став рядовым Оренбургского корпуса, Виткевич смог быстро подняться и в итоге превратился в классического героя большой игры. Он прекрасно узнал Востока, владел местными языками и помогал решать конфликты в степных племенах. Виткевичу вернули офицерское звание и отправили путешествовать по Азии, где он выполнял для России обязанности сразу и географа, и разведчика, и дипломата. Сразу бегая вперед, скажу, что погиб он в итоге при весьма странных обстоятельствах, уже вернувшись в Петербург. Но в 1837 году он был в Кабуле. Виткевич завязал отношения с Шахом Дост-Мухаммедом, за что пришлось, кстати, побороться с Александром Бернсом, дальним родственником всемирно известного шотландского поэта. Бернс был таким же персонажем, как Виткевич, только на этот раз с другой стороны. Тоже и дипломат, и путешественник, и капитан британской армии. Бернс прославился аферой в Лахоре, куда он привез лошадей в дар. Местному Махараджу он сообщил, что лошади не перенесут плавание, поэтому надо везти их пешком вдоль русла Инда. Но тот сказал, ну как бы, ладно, давайте так. Естественно, все это было с целью географической разведки, устерики, и этот план оказался успешным. После этого Бернс оказался в Афганистане, где ему, впрочем, не удалось выиграть конкуренцию Виткевича, поскольку афганский шах все равно перешел на сторону русских. Впрочем, скорее всего, больше всего виноваты в пророссийских симпатиях Дост-Мухаммеда сами англичане. Второй хивинский поход так напугал Лондон, что там приняли решение максимально укрепить защиту своих северных ворот и взять Афганистан под контроль, сменив там шаха на более лояльного Британии родственника. Бернс пытался объяснить начальству, что это плохая идея, но слушать его не стали, и в Афганистан отправили отряд генерала Эльфинстоуна. Дост-Мухаммед сразу же начал искать контакты с Россией, против завоевателей вспыхнуло народное восстание, а Александра Бернса, обидевшиеся на оккупацию страны кабульцы, просто разорвали на куски на улице. Англичане совершили открытие, которое потом придется сделать и русским, и американцам. Афганцы очень не любят, когда их завоевывают, зато очень хорошо убивают завоевателей. Кабульский гарнизон Эльфинстоуна был осажден и перебит. Через несколько лет англичане в порыве мести все-таки захватили Кабул, но потом снова будут вынуждены отступить. Не сумев захватить Афганистан, англичане постарались отвлечь от него Россию, поддерживая против нее турок в коалиции с другими европейцами. Собственно, это привело к неудачной для России крымской войне, которая отвлекла империю от южного направления. Однако после поражения в этой войне Россия недолго горевала и вскоре снова продолжила свои среднеазиатские походы. Если англичане оправдывали свое движение с юга на север красивыми лозунгами о необходимости защитить Индию от растущей угрозы, то в России, в принципе, тоже придумывали довольно изящные формулировки для обоснования всех этих поползновений. Вот, например, как объяснял движение в Среднюю Азию генерал Костенко. Нечистолюбивые замыслы и никакие другие своекорыстные расчеты руководят Россией в ее поступательном движении в Среднюю Азию, но исключительно только желание умиротворить тот край, дать толчок ее производительным силам и открыть кратчайший путь для сбыта произведений Туркестана в европейскую часть России. Тех местных, кто в бескорыстные и нечистолюбивые мотивы империи не верил, русские расстреливали из пушек, как хивинцев и ваканцев. Но, впрочем, многие переходили в подданство добровольно, как, например, казахи, у которых было в степи довольно много врагов и под покровительством так называемого «белого царя» им жилось спокойнее. Что могли ответить на это англичане? Ну, в общем-то, ничего, потому что вторгаться в Афганистан снова не хотелось, а замутить еще одну общеевропейскую войнушку против России как-то не получалось. Так что, несмотря на требования премьер-министра Дизраэля скинуть этих проклятых русских в Каспийское море, королева Виктория ограничилась достаточно мягкими мерами. Она просто приняла титул императрицы Индии, причем состав Индии до юры входил и Афганистан. Одновременно с этим в начале 70-х империи заключили договор, по которому все эти территории между Афганистаном и Бухарой признавались буферной зоной. В конце десятилетия Россия отобрала у Турции часть балканских территорий, которые превратились в государство Болгария. На это посмотрели в Европе, почесали репу и собрали в 78-м году конгресс в Берлине, задачей которого было как-то немного утихомирить Россию в ее бескорыстных стремлениях всех вокруг умиротворять. Ну, так в итоге Болгарии пришлось расстаться с внезапно обретенной независимостью. Чего англичане при этом не понимали, так это того, что каждый раз русские их просто троллят угрозой на юге. Как только в Лондоне начинали мутить какие-нибудь европейские интриги против Санкт-Петербурга, то русские немедленно объявляли о том, что сейчас вот-вот они устроят поход в Индию, англичане мобилизировали свои силы где-нибудь в регионе Афганистана и сразу же делали какие-нибудь глупости. Вот и на этот раз распоряжение Александра Второго сосредоточить 20 тысяч человек в Туркестане привело к тому, что Британия вновь попыталась Афганистан захватить и опять была там разбита. Ну, потому что Афганистан и его завоевание – это плохая идея при любых обстоятельствах. Причем русский-то поход был отменен, потому что в Берлине к договоренностям некоторого рода все-таки пришли. А вот Британия получила Вторую англо-афганскую войну, после поражения в которой Дизраэль проиграл парламентские выборы, англичане вывели войска из Афганистана и признали независимость его правителя при условии, что свою внешнюю политику он будет координировать с Лондоном. А позднее, в начале 20 века, когда Британия будет занята Первой мировой войной, случится и Третья англо-афганская война. В Индию вторгнутся афганцы. Такого варианта развития событий стратеги большой игры из Лондона как-то не просчитали. Ну, вторжения-то отобьют, но дорогой ценой, и по результатам этой войны Афганистан получит независимость и в своей внешней политике. Но самый острый кризис случился в 1885-м, когда под власть России перешел Мервский оазис, населенный туркменами. Там тоже состоялся сеанс большой игры по традиционному сценарию. Сначала туда прибыл британский журналист, который начал одаривать местных подарками, а когда эти подарки закончились, туда под видом торговца прибыл уже русский поручик, за которым шел отряд генерала Комарова. Этот самый Алиханов-Аварский довольно быстро донес идею, что, в общем-то, английские подарки уже иссякли, а вот русская армия еще только идет, впрочем, она уже довольно близко. Туркмены взвесили эти два факта и приняли русское подданство. Теперь, когда Россия вышла к Афганистану не отдельными разведчиками, агентами или отрядами, а сразу всей своей имперской границей, появилась потребность в том, чтобы, собственно, определить эту самую границу Афганистана. Для этого сначала англичане послали разграничительную комиссию с военным отрядом для охраны. Но Россия, естественно, сделала в ответ то же самое. Вскоре выяснилось, что Азия Спанждех Россия считает своим, потому что там живут туркмены, а туркмены это типа теперь подданные Российской империи, и разделить эти два народа российская власть совершенно не собирается. Англичане в ответ сказали афганскому эмиру не уступать и послали туда свои войска. Все это разозлило генерала Комарова, и он тоже послал туда войска. Одновременно с этим все дипломатические ресурсы Лондона уходили на то, чтобы убедить российское правительство не открывать огонь по афганцам, если те не начнут атаковать первыми. Генерал Комаров, учитывая непростую политическую ситуацию, спорный Азиас все же решил окружить и отдал своим войскам довольно странный приказ идти в атаку, но при этом первыми огня не открывать. Афганцы русским тоже повода для войны давать не хотели и тоже решили огня не открывать. Получилось странное сражение, в котором очень долго никто не стрелял, но в итоге нерпы не выдержали у какого-то афганца, он пальнул в приближающиеся шеренги врагов и ранил лошадь одного из казаков. Ну, тут-то все и обрадовались, ответили залпами, и афганцы очень быстро были повержены в бегство. Но на этот раз произошедшее обеспокоило и русское правительство. Стало понятно, что теперь фактически границы двух огромных империй почти соприкоснулись, и дрогнувшая рука, и там нервишки, сдавшие какого-нибудь афганца где-то там в Среднязии, вдруг могут привести к одной из вообще катастрофичнейших войн между двумя огромными европейскими империями. Так что два правительства выкрутились очень изящно. Они снова создали специальную комиссию для определения границ Афганистана, но не позвали в этом участвовать самих афганцев. Россия сохранила все свои прежние завоевания и обещала дальше на юг не распространяться. Обещание, кстати, она свое сдержала, переключив внимание на Памир, борьба за который стала следующим раундом большой игры. Русско-британское разграничение, по сути, создало современный Афганистан как государство трех народов – таджиков, узбеков и пуштунов, что заложило надежную этническую платформу для всех последующих конфликтов в этой стране. И если повнимательнее разобраться в современной истории Афганистана, то можно обнаружить, что под всеми его идеологическими и религиозными разногласиями всегда лежит противостояние между этими тремя народами. Ну, те же самые запрещенные в России талибы – это в основном пуштуны. Так что корни современных афганских проблем уходят в англо-русские решения конца 19 века в результаты большой игры. Однако этот рассказ может создать впечатление, что большая игра – это череда военных кампаний и сражений. Хотя, по факту, за все эти 200 лет их было не так много. Все крупнейшие военные столкновения, по сути, в этом ролике мы вспомнили. На самом деле, историю большой игры писали не армии, а одиночки. Вот что писал любимый наш итальянский писатель и ученый Умберто Эко. «Большая игра – это история амбициозных офицеров и бесстрашных искателей приключений, которые, переодевшись армянскими купцами или паломниками, пробирались по пустыням и горам, где никогда не ступала нога европейца. Русские пытались найти пути расширения своей империи до самой Индии, англичане – способ спасти свои колонии и создать на их границах ряд буферных государств, где правили бы подвластные марионетки – эмиры, ханы и царьки. История полная засад, обезглавливаний и убийств в царских покоях». И, собственно, да, вот только некоторые из тех, кто играл в большую игру, например, за Россию. Будущий военный министр Алексей Куропаткин, будущий президент Финляндии Карл Маннергейм, путешественники Николай Пржевальский и Петр Семенов-Тяньшанский, будущие вожди белого движения Лавр Корнилов и Николай Юденич, поэт Николай Гумилев, но и, с другой стороны, один только Редьяр Киплинг чего стоит. А его роман «Ким», который дал имя всему этому явлению, его, собственно, и романтизировал, сделав героями своего времени бесстрашных одиночек, путешественников, разведчиков, дипломатов и так далее, преодолевающих трудности в незнакомых землях и рискующих жизнями в остросюжетных политических интригах. Так что большая игра еще и создала один из самых главных литературных жанров своего времени в некотором смысле. В любом случае, стоит помнить, что на каждого успешного и прославившегося героя большой игры приходился десяток людей, не менее достойных, хотя кто знает, но ушедших в пустыни и горы Средней Азии и пропавших там навсегда, оставив после себя лишь пару коротких шифровок с разведывательной информацией. Это вековое противостояние сильно повлияло на развитие политической мысли в Великобритании. Когда уже большая игра была закончена, в 1904 году профессор Оксфордовского университета по фамилии МакКиндер опубликовал свою знаменитую статью «Географическая ось истории». В ней была сформулирована так называемая концепция «Хартленда», с которой в каком-то смысле начинается вся современная геополитика. «Хартленд» — это северо-восточная часть Евразии, примерно совпадающая границами с Российской империей. «Хартленд» не имеет удобных выходов к Мировому океану и окружен полумесяцем приморских территорий от Западной Европы через Ближний Восток к Индокитаю. «Хартленд» и приморские территории обречены на вечный конфликт, и преимущество в нем теоретически должно быть за «Хартлендом», потому что он самими своими просторами является неприступной крепостью для морских наций, таких как англичане. А развитие сети трансконтинентальных железных дорог, которые вскоре составят конкуренцию флотам морских держав, приведет к экономическому превосходству континентальных держав над морскими. Автору казался естественным вывод, что для противостояния этому натиску странам внутреннего полумесяца нужно объединяться против «Хартленда». Профессор МакКиндер предполагал, что это объединение состоится в 20 веке под эгидой Британской империи, однако оказалось, что есть еще какие-то факторы, кроме географического, которые способны повлиять на исторический процесс. Вот ведь внезапно. Морские державы, названные американским геополитиком Николасом Спикманом Римландом, в итоге объединились против «Хартленда» в проамериканские союзы. НАТО, СИАНТО, СИАТО. Так что большая игра в каком-то смысле создала не только современный Афганистан, но и значительную часть современного геополитического мира. А вот в чем МакКиндер не ошибся, так это в прогнозе, что державе «Хартленда», неважно, чей она будет, русской, тюркской, монгольской, некуда деваться от экспансии либо на юг, либо на запад. И действительно, стоила советской России декларирующей принципиально новый политический подход и отказ от политики царского колониализма немного окрепнуть, как она сразу же отправила в Иран военные отряды, чтобы принести на штыках и саблях счастье всему трудовому народу Востока. Ну а под конец своего существования советская армия вторглась и в Афганистан. Впрочем, мы все знаем, что из этого вышло. После распада СССР появился термин «новая большая игра», однако он, конечно, совершенно некорректен, поскольку предполагает, что старая большая игра уже закончилась. При этом мы забываем, что в романе Рэдверда Киплинга «Ким», откуда и взято это словосочетание, оно упоминалось только в контексте части девиза, который красной нитью проходит через все повествование. Только когда все умрут, тогда закончится большая игра. Спасибо патронам и патронессам, которые проголосовали за тему истории этого региона. Спасибо остальным, кто поддерживает нас на Патреоне. Напоминаю, что там ролики выходят без рекламы и на сутки раньше. Так что, если хотите нас поддержать, то вот вам классный повод. И спасибо всем остальным, кто смотрит эти видео. Надеюсь, что это было для вас занимательно или полезно. Не забывайте ставить лайки, если это так, и подписываться на канал, и жать в колокольчик, писать комментарии, слать эти видео своим друзьям, бабушке, собаке. И радоваться жизни тоже не забывайте. Увидимся где-нибудь на следующей неделе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!